Сегодня в начале первого часа ночи в южной части Екатеринбурга на Уктусе, на углу короткого переулка и Шишимской улочки, кстати, не короткой и не длинной, за забором, или точнее сказать, под забором, за пятиэтажками, подземелье с горячими трубами, загорелась босятская ночлежка. Сизый дым, в перемешку с ядовитыми языками пламени, вырвался из приоткрытого люка коллектора теплотрассы и привлек внимание запоздалых ходоков. Они вызвали пожарных, и подоспевшие огнеборцы в один ствол погасили тлеющий матрас, который, к сожалению, в эту ночь оказался небезлюдным. Судя по обилию пустых мерзавчиков, из-под ядреной настойки на спирту, валявшихся на снегу возле спуска в подземелье, бездомный был в стельку пьян, и на сон грядущий затянулся дымком. Предполагается, что бедолага, засыпая, выронила курок, и тот поджег босятский матрас. Позже пламя перекинулось и на стекловату, в которую были обернуты горячие трубы. В едком дыму бомж задохнулся насмерть. Огонь успел испепелить его телогрейку и фрагментарно обуглил тело. Врачи скорой констатировали смерть. Бродяги без имени, без отчества, без роду и племени. Самое удивительное, что в это же самое время на другом конце той же горячей трубы в подземелье на улице Шишимской в бухом Каматозе досматривал полуношные сны еще один босяк. Более того, спасатели МЧС поначалу приняли спящего бомжа за мертвеца и едва у морг его не отправили. Но тот вовремя всхрапнул. Протяжно, по-богатырски, нечаянно дав понять чужакам, что он пока не готов кардинально поменять свое местожительство. Вероятно, форма люка, закрывающая вход в подземелье с трубами теплотрассы, в босяцкой среде тоже имеет свой вес и значение. Та, что квадратная, похоже, более статусная. Если судить по могучей комплексе спящего бездомного усача, он в Шишимском околодке в авторитете. Не то, что тот бедолага, что жил и по пьяни сгорел в эту ночь под круглой крышкой на другом конце одной и той же горячей трубы. Впрочем, судя по выброшенным из люка фунферикам и тот и другой, в алкогольных пристрастиях были однотипно близкими по духу. К слову, за три часа до дымной трагедии на Уктусе, в другом конце города на дублере Сибирского тракта, в таком же коллекторе теплотрассы, тоже горел мусор. К счастью, в дыму там никто не угорел.